Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Несколько месяцев назад я опубликовал три видео с переводом показаний Константина Игнатова в американском суде на русский язык. Если вы еще не видели эти видео, то рекомендую с ними ознакомиться. Данное видео это четвертая часть с переводом показаний Игнатова на русский язык. Итак, события годичной давности 6 ноября 2019 года. Допрос Константина Игнатова прокурором Фолли. Продолжение. Синим цветом выделены вопросы прокурора Фолли. Красным цветом выделены ответы Константина Игнатова. Вопрос. Я хочу спросить о событиях 2019 года, когда вы приехали в Соединенные Штаты в 2019 году, в конце февраля 2019 года. В это время вы продолжали работать в OneCoin? Да, продолжал. Какова была ваша роль в компании? Я был одним из топ-лидеров. С какой целью вы приехали в США? Я хотел встретиться с некоторыми партнерами и посетить две презентации, посвященные будущему электронной коммерции в США. Когда вы говорите, что хотели встретиться с партнерами, вы имеете в виду встречу с лидерами OneCoin? Да. Как проходила ваша поездка? Сначала я прилетел в Сан-Франциско, затем в Лас-Вегас, а потом в Лос-Анджелес. Что произошло, когда вы прибыли в аэропорт Сан-Франциско? Меня задержал сотрудник пограничного контроля. Что именно произошло, когда он вас задержал? Он задавал мне вопросы и забрал мой телефон и компьютер. Вы честно отвечали на вопросы сотрудника? Нет. В чем именно вы отвечали нечестно? Относительно цели моего визита и компании, на которую я работаю. Почему вы солгали относительно цели вашего визита и компании, на которую работаете? Потому что я знал, что работаю на мошенническую компанию, и я не хотел, чтобы меня арестовали. Вы упомянули, что сотрудники забрали ваш телефон и ноутбук, верно? Да. Что произошло с ними потом? Они оставили телефон у себя, а ноутбук вернули. Когда вам вернули ноутбук, что вы с ним сделали? Я его выбросил. Можете подробнее рассказать, как вы это сделали? Когда я был в Лас-Вегасе, я положил ноутбук в бумажный мусорный пакет вместе с другим мусором и выбросил мусорную корзину в оживленном месте на улице Лас-Вегаса. Зачем вы это сделали? Потому что я боялся, что на ноутбуке обнаружат мою связь с Ван Коин. Чем вы занимались в Лас-Вегасе? У меня были встречи с некоторыми партнерами OneLife. Затем я посетил две встречи, которые должны были быть посвящены будущему электронной коммерции. Но затем выяснилось, что люди, с которыми мы встретились, хотели внедрить внутри Ван Коин еще одну финансовую пирамиду. Что за финансовую пирамиду они хотели внедрить? Они назвали это прокачкой объемов. Речь шла о том, что партнеры OneCoin, у которых уже есть инвестиционные пакеты, их средства вырастут в тысячу раз, если они инвестируют в компанию больше денег. Как долго вы пробыли в Лас-Вегасе? Примерно три дня. В какой аэропорт вы должны были прибыть в конце поездки? В аэропорт Лос-Анджелеса. Что произошло в аэропорту Лос-Анджелеса? Меня арестовало ФБР. У вас брали показания после ареста? Да. Давали ли вы правдивые ответы? Нет. В чем именно вы говорили неправду? Практически во всем. Почему вы лгали представителям закона? Потому что я видел, что дело оборачивается очень-очень серьезно, и я начал паниковать. Я не хотел попасть в тюрьму. Когда вас арестовали, в конце концов, вы решили начать сотрудничать с властями? Да. Примерно через 3-4 месяца после ареста. До того, как вы начали сотрудничать с властями, вы подавали заявление на освобождение под залог? Да, подавал. Ваше заявление было одобрено или отклонено? Отклонено. После того, как ваше заявление было отклонено, вы начали сотрудничать? Да, начал. Сколько раз вы встречались с правительственными агентами? Около 20 раз. Говорили ли вы правду на этих встречах? Да. На этих встречах вас готовили давать показания на этом суде или агенты собирали информацию? И то, и другое. Вы давали агентам информацию, которую они хотели получить? Да, давал. Какую именно информацию вы им предоставили? Я рассказал о том, какие преступления совершил, и о том, что я знаю о Ван Коэн. О том, какие люди имеют к нему отношения, какие преступления совершались. Совершенные преступления имеют отношение к членам вашей семьи? Да, к моей сестре и моей матери. Вы признали себя виновным по предъявленным обвинениям? Да, признал. В каких именно преступлениях вы признали себя виновным? Сговор с целью финансового мошенничества, банковское мошенничество, сговор с целью отмывания денег. Как вы оказались виновны в финансовом мошенничестве? Я участвовал в мошеннической схеме Ван Коэн, давал ложную информацию инвесторам с целью получить их деньги. Как вы оказались виновны в банковском мошенничестве? Люди Ван Коэн лгали банкам относительно происхождения их средств и того, куда они направлялись. Каков максимальный срок заключения вы можете получить, если будете признаны виновным? 90 лет. Когда вы признали себя виновным, вы начали сотрудничать с властями? Да. Собственно, из этих показаний видно, как происходил арест Константина Игнатова в 2019 году. Сотрудник пограничного контроля изъял у него ноутбук и телефон. Ноутбук ему вернули, а телефон нет. От ноутбука он избавился позднее, потому что боялся, что обнаружится его связь с Ван Коэном. И, в общем-то, как мы видим из показаний, он уже стал понимать, что дело пахнет керосином. И все достаточно серьезно. И на первых допросах, как мы видим, он вначале все отрицал, что он в чем-то там замешан. Как он признает, что он врал, давал ложные показания. Но, как мы знаем, по фильмам и сериалам ФБР тоже не дураки работают. И они хорошие психологи. И сумели убедить Константина, что, в общем-то, лучше говорить правду. Чистосердечное признание и сотрудничество с властями смягчает приговор. Ну и в дальнейшем, как мы видим, Константин признал свою вину и начал давать уже правдивые показания. Во всей этой истории меня удивляет и даже забавляет следующий момент. Смотрите. Марк Скотт, вообще-то, был арестован где-то осенью 2018 года. То есть, ключевой человек, юрист США, был арестован и уже находился под следствием. И при этом весной 2019 года Константин Игнатов решает посетить США. То есть, ну, включите логику, да. Идет следствие. Твоего ключевого юриста арестовали. Он находится под следствием, допрашивает. И при этом ты из Европы, где ты, в общем-то, в относительной безопасности. Ну, не считая тех случаев, когда на Константина Игнатова наезжали там всякие бандюки, ангелы ада и угрожали ему что-нибудь отрезать. Это кто не в курсе, посмотрите предыдущие показания Константина Игнатова. Ну, так вот. То есть, ты прекрасно знаешь, что твой ключевой человек, юрист, мультимиллионер, который хвастался, что он заработал 50 миллионов к 50 годам. Что он уже несколько месяцев как арестован. И идет расследование. И при этом Константин Игнатов едет в Соединенные Штаты, как говорят, ничтоже сумняшися. Рискуя, естественно, тем, что на него тоже наденут наручники. И смотрите, ради чего он едет. Его ответ. У меня были встречи с некоторыми партнерами OneLife, затем я посетил две встречи, которые должны были быть посвящены будущему электронной коммерции. Но затем выяснилось, что люди, с которыми мы встретились, хотели внедрить внутри OneCoin еще одну финансовую пирамиду. То есть вы представляете, он поперся в Соединенные Штаты, где уже вовсю идет расследование по OneCoin. Только ради того, что встретиться с некоторыми партнерами OneLife и посетить какие-то презентации там про будущее электронной коммерции. А по факту оказалось, что какие-то ушлые партнеры OneLife хотели просто внутри OneCoin еще один пирамидоз сделать. Ну и все вполне логично. Константина Игнатова берут под белые рученьки и в конце концов он тоже оказывается за решеткой. Вот это что? Глупость? Наивность? Ну, у меня нет ответа. То есть с чего вдруг для него вот эти вот встречи с партнерами OneLife оказались так важны, что он не побоялся с риском для собственной свободы лететь из Европы в США и оказаться за решеткой. Вот пишите в комментариях ваши предположения, что это глупость, наивность, бесстрашие и так далее. Как видим из показаний Константина Игнатова мы узнаем много интересных деталей и подробностей относительно того, как происходил его арест и относительно работы OneCoin. Поэтому будьте на связи. Я планирую и дальше переводить показания Константина на русский язык. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.